В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил работу детских садов. Сейчас это, назовем, неким таким тестовым режимом того, что предстоит с началом учебного года. В деревне Дедылдина скоро завершится долгожданный ремонт проезжей части. Работы ведутся большие, работы системные и качество проведения совсем новое. На стадионе Металлург прошло чествование мини-футбольной команды «Видное развитие». Коллектив замечательный, отличные ребята все. И всегда, даже если кто-то новенький приходит, очень тепло всех принимаем. Родители Дашкаля с нетерпением ждали открытия детских садов. Месяцы самоизоляции стали настоящим испытанием на прочность. Власти Московской области, понимая мам и пап, приняли решение о снятии ограничений. С 6 июля дошкольные учреждения Подмосковья официально перешли в обычный режим работы. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил детский сад номер 5 «Улыбка», который уже принимает воспитанников в полном объеме. Дошкольное учреждение работает с соблюдением всех санитарных правил. Весь персонал прошел тестирование на коронавирус. Сотрудники обеспечены масками и перчатками. В группах регулярно проводятся уборки с использованием дезинфицирующих средств. У входа и внутри помещений дозаторы с антисептиками для обработки рук. Родитель звонит. Сотрудник выходит, берет ребеночка, заводит в раздевалку. Как рассказала заведующая детским садом «Улыбка» Светлана Шкредова, в период самоизоляции у них функционировали 4 дежурные группы. Для детей, чьи родители продолжали работать. Теперь принимают всех без ограничений. Но для того, чтобы привезти ребенка в сад, нужно сообщить об этом за два дня. Прежде чем выйти в детский сад, родитель звонит в организацию. Мы подаем списки в медицинскую организацию на проверку на ковид, на контакты ковид. И далее принимает на доктор в детском саду, выписывает справку, и ребенок отправляется в свою группу. Сейчас в детский садик посещают всего 45 воспитанников. Но с каждым днем число детей постепенно увеличивается. В летний период всегда отмечается спад, и пандемия внесла коррективы. Многие мамы и папы увезли своих малышей на дачи. Или просто остерегаются отправлять их в коллектив. Мы прекрасно понимаем, что в летний период наполняемость детского сада, она традиционно составляет, как я спросил, 20% от тех детей, которые ходят в осенне-зимний период. И прекрасно понимаем, что в сентябре, конечно, наплыв детей, он весь вернется. Поэтому сейчас это, назовем неким таким тестовым режимом того, что предстоит с началом учебного года. Совсем скоро здесь, как и до пандемии, будут действовать 10 групп, которые начнут посещать 70 мальчишек и девчонок. Также в саду разработан график прихода воспитанников с ежедневным утренним фильтром. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В деревне Дыдылдина вот-вот завершится долгожданный ремонт проезжей части. Помимо нового асфальтового покрытия здесь появится тротуар. Раньше местным жителям приходилось ходить прямо по дороге. Ход ремонта проинспектировал депутат Московской областной думы Юрий Липатов. О результатах проверки расскажет Юлия Погосян. Долгие годы поход к ближайшей остановке или магазину для жителей деревни Дыдылдина был небезопасным. Им приходилось идти вдоль проезжей части по обочине. Расстояние в несколько километров – целое испытание. Их просьбы сделать здесь тротуар услышали. Около месяца назад на участке начались долгожданные ремонтные работы. Все замечательно. Долго ждали тротуара? Долго ждали. Бегали с детьми, прям страх был такой по дороге. Сейчас все замечательно. И ограждение есть. В связи с тем, что в последнее время поток автомобилей на этом участке значительно увеличился, было принято решение оградить тротуар забором. Теперь передвигаться по нему безопасно даже детям. Чтобы лично убедиться в качестве выполнения работ, деревню посетил депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Я так понимаю, здесь такой участок опасно обладать? Да, все верно. Здесь, вы видите, там у нас есть небольшой угол. Для того, чтобы не было здесь, так сказать, аварийной ситуации, у нас с проектом предусмотрена установка ИДН. Вот. Это 500. Соответственно, для того, чтобы у нас скорость потока в аварийно опасных участках снизить. Участок более полутора километров. Асфальтовое покрытие с проезжей части уже сняли, осталось только положить новое. Также с одной из сторон дороги устанавливают новые подпорные бетонные стены, чтобы исключить возможность обвала грунта. Особенно актуальными такие щиты и будут в период дождей. Если посмотреть в целом за последние годы, что происходит на территории Московской области в качестве строительства дорог, то независимо от того, в каком муниципальном образовании мы находимся, мы видим, что работы ведутся большие, работы системные, и качество проведения совсем новое. Работы в Дедылдине производят сотрудники муниципальной организации «Дорсервис». На ремонт было потрачено порядка 18 миллионов рублей. «Осталось небольшой участок, уложить асфальт после того, как мы уведем в дренаж воду. То есть это работы по обустройству дренажа для сточных вод». Завершить работы строители планируют в течение двух недель. Помимо нового асфальтового покрытия и тротуара, здесь появятся дорожные знаки, разметка и искусственные неровности. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Виднет-ТВ. Сотрудники ОМВД по Ленинскому городскому округу и Управление по контролю за оборотом наркотиков Московской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу видного подозреваемую в сбытии наркотических средств. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у 43-летней подозреваемой сверток со светлым порошком. «И справа к карману надеть на ней платье, сверток. Поясните, пожалуйста, что это такое?» «Героин». «Внутри героин?» «Угу». «Где вы его подняли?» «В улице, не помню, метро Молодежная». «В Москве, да?» «Да». Химическое исследование подтвердило, что это героин общим весом 49 граммов. Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. «За что вы задержаны сотрудниками полиции?» «За героин». «Вы ранее судимы?» «Да». «По какой статье?» «В 2.8». «Проживаете где?» «Видно». «Вы сами употребляете наркотические средства?» «Видно». В отношении задержанной следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 228 части 1, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Видновский городской суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уже 12 лет в России в начале июля празднуется День любви, семьи и верности. Традиционно в Ленинском округе он отмечается широко, но в этом году не было пышных торжеств из-за пандемии коронавируса. И тем не менее наши жители не остались без поздравлений. Слово Екатерине Коваленко. На набережной реки Купеленко по-июльски жарко. И предложение по лакомиться мороженым видновчане встретили с улыбками. И, конечно, это прекрасная возможность сказать друг другу теплые и приятные слова в праздничный день. «Здравствуйте. Мы хотим поздравить вас с праздником, день семьи и верности. Пожелать вашей семье крепкого счастья, тепла, уюта». Акция прошла при поддержке депутата Ленинского городского округа Артура Григоряна и активистов молодой гвардии партии «Единая Россия». «Поддержка семейных ценностей, чтобы люди еще раз вспомнили о своей семье, провели время с близкими, еще раз обнялись и пожелали друг другу здоровья, любви. Крепкая семья – это залог крепкого государства». На набережной много мам с детьми. Женщины признаются, что семья – это настоящий тыл и смысл жизни. И с гордостью рассказывают о том, что им удалось воплотить мечты о счастливом домашнем очаге. «Чтобы дома было тепло, уютно всегда. Чтобы дома всегда царила любовь и благополучие». «У нас дружное, любящее. С детьми, с счастьем, с улыбками». И, конечно, мы попросили поделиться секретами семейного счастья. «Доверие. Самое главное, в семье. И будет все хорошо». Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошла товарищеская встреча сборной команды муниципальных служащих Ленинского городского округа и депутатов Государственной Думы с мини-футбольной командой «Видное развитие». Поводом стала очередная победа видновских спортсменов в чемпионате Московской области по мини-футболу. Перед началом товарищеского матча спортивные коллективы выстроились на кромке поля, чтобы принять участие в чествовании команды «Видное развитие». Собравшихся приветствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. На этот раз не в строгом костюме, а в форме футбольного игрока. Я бы хотел всех присутствующих поздравить с тем, что возвращается нормальная жизнь, что возвращается возможность посещать и участвовать в соревнованиях на спортивных сооружениях, на других общественных мероприятиях. А по поводу сегодняшнего матча пусть победит сильнейший. Третий раз подряд видновская команда становится чемпионом Московской области по мини-футболу. Но в этом сезоне свои коррективы в проведении чемпионата внесла пандемия. Несколько матчей провести не удалось, но по итогу сыгранных наши футболисты оказались лучшими. Ребята так держать. Будем надеяться, что чемпионат, который начнется этой осенью, он не будет прерван. Главный вирус мы победим. И сегодня всем хорошей, отличной игры. Спасибо. Наконец, команды приступили к разминке. В коллектив под названием «Парламент России» вошли муниципальные служащие Ленинского городского округа, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. Их противники – чемпионы из команды «Видное развитие». По окончании церемонии открытия соревнований прямо перед началом игры зарядил дождь. Но он не смог остудить боевой пыл игроков после судейского свистка. Непримиримое, хоть и дружеское противостояние началось. Поскольку игра товарищеская, то и велась она исключительно корректно. Никаких серьезных нарушений судья не зафиксировал. Глядя, как спокойно спортсмены команды «Видное развитие» перемещаются по полю, и не скажешь, что за плечами у ребят довольно сложный сезон. Коллективы, которые включились в борьбу в этом сезоне, «Едина Московская», «ЦСКА Москва», «Пушкина». То есть это очень амбициозные коллективы, которые, в принципе, хотели, ставили задачу выйти лигой выше. То есть они хотели, настраивались на следующий сезон, как на профессиональный сезон. Ну вот мы немножко помешали им, стали первыми. Постепенно подошли сумерки, а с ними и последние минуты матча. 5-5. С таким счетом закончилась эта игра. Капитан команды «Видное развитие» признался, что дружеское отношение к соперникам и внутри команды – главное правило клуба. Мы уже достаточно длительное время, в нескольких сезонов, играем практически одним и тем же составом. Добавляются люди, но у нас добавляются люди достаточно мастеровитые, опытные, у которых никогда не бывает каких-то игровых проблем. То есть все вливаются. Плюс у нас коллектив замечательный, отличные ребята все. И всегда, даже если кто-то новенький приходит, очень тепло всех принимаем. Теперь игроки команды «Парламент России» вновь перешли в разряд болельщиков. В благодарность за верность и поддержку им вручили майки клуба «Видное развитие». Гордость за команду, потому что они представляют наш город и стали чемпионом Московской области. Это непросто, это заслуживает всяческого уважения. Но им тоже сегодня было непросто, они тоже после перерыва. Поэтому справедливо, наверное, будет говорить о том, что результат все-таки нечинный. Ну а для меня большой подарок, конечно, теперь именная майка футбольного клуба «Видное развитие». Болеем за наших. И можно быть уверенными, наши футболисты еще не раз порадуют новыми победами. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.